Ежевика Пожалуй, единственный минус ежевики – она недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке следует позаботиться дополнительно. Нужно укрывать, как только наступают осенняя холода. В наших условиях это, как правило, конец октября, начало ноября. Как правило, начинать утеплять ежевику рекомендуется, когда ночная температура упадет до минус 5 градусов, а днем будет ниже или около нуля, то есть когда начнутся стабильные заморозки. Итак, первонаперво следует снять ежевику со шпалеры. Не забудьте защитить руки, ежевика бывает очень колючей. Нужно освободить ее от подвязок, которые мы крепили в течение сезона, чтобы побеги могли выпрямиться и уложиться на почву. Совет – подготовить ветки к укрытию и пригнуть, перевести в горизонтальное положение лучше заранее, хотя бы за 7-14 дней до непосредственного укрытия, то есть до сильного похолодания, поскольку во время заморозков они становятся ломкими. Бывают очень длинные побеги, вот это буквально за один год вырос такой длинный, и он уже даже хочет укореняться. Ежевика размножается укоренением верхушек, и вы можете уже отделить секатором и посадить на постоянное место новое растение. Дальше все проще простого. Следует аккуратно, плашмя, уложить побеги на землю. Удалять лиси не нужно. Чтобы наши побеги не сдуло ветром, их нужно зафиксировать к почве, вот такими скобами. Плети как бы пришпиливают скобами к земле. Интересно. Процесс во многом схож с укрытием плетистых роз винограда, короче говоря, длинноплетистых растений. Теперь мы укрываем нетканым материалом. Чаще всего используется спонбонд, и снимать его уже весной после весенних заморозков. Дело в том, что для ежевики зачастую более всего губительны весенние заморозки, когда процесс вегетации уже начался. Белый же спонбонд позволит проникнуть солнцу, тем самым растение будет пробуждаться, и в то же время весенние заморозки не повредят распускающиеся почки. Чтобы наш спонбонд не унесло ветром, мы его также фиксируем скобами. И последняя манипуляция. Когда усилятся морозы, это, как правило, уже декабрь месяц, и если нет снега, то необходимо утепление усилить. Разложите рыхлый материал, например, рубленную солому, можно использовать опилки. Это основная техника укрытия. Отправляйте свою ежевику на зиму подготовленной и окруженной заботой, и она обязательно вознаградит вас в следующем году щедрым урожаем крупных и сочных ежевичных ягод.